Это Кристина Ракошевич, она пианистка, участница конкурса «Классика Тягет», то есть «Звезды классики» на канале ТВ. Да, на канале ТВ и была дважды названа «Лучшей». Просто названа, я бы даже сказал. Да, названа «Лучшей» дважды, а это еще заслужить нужно. Конкурс непростой, идет он очень долго. Кристина, по-моему, единственный русскоязычный участник этого конкурса. Давайте посмотрим видео, чтобы вы представляли, о чем идет речь. Да, у нас нарезка с разных этапов этого конкурса, и мы посмотрим сначала на то, как Кристина играет, а потом поговорим с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот и сама Кристина Ракошевич, собственной персоной в студии «Твоего вечера». Добрый вечер! Да, Кристина, так красиво, потрясающе вы играете. Немножко поговорим о самом конкурсе «Звезды классики». Признаюсь, это не та телепередача, которую я с нетерпением жду каждое воскресенье. Она выходит по воскресеньям в 18.40 на канале ЭТВ. Зато, по крайней мере, это я знаю. Поэтому хочу немножко подробнее узнать о «Закулисе». То есть это что-то вроде, ну если говорить вот для нас, простых лосномяевских парней, это что-то вроде «Фабрики звезд», да, только с классикой. То есть там постоянно выдумывают какие-то новые задания, дуэты. Творческие причем, да? Я знаю, что последний раз было задание, вы должны были играть с кем-то в дуэте, но при этом до последнего момента не знали с кем. Кристина, если вы сейчас не начнете говорить, он будет говорить все интервью. Все, я начинаю говорить. Так, последнее вот шоу было у нас в воскресенье, и действительно, я встретилась со своим партнером, Скрипач, вы его только что увидели, вот только буквально в эфире. И он вышел, и мы так быстренько поздравили, что он так, возьмем темп, побыстрее, чем обычно, я говорю, я буду импровизировать, слушай меня. И все, и он пошел, и мы вот так сыгрались. Можно же ошибиться, попасть в просак, в ситуацию. Конечно, очень можно, но вот именно хорошо, что с этим Скрипачом у нас было какое-то общее чувство, он меня слушал, я его слушала, это были действительно прекрасные три минуты. То есть конкурс, он оценивает, в первую очередь, ну, так сказать, гибкость музыканта, то есть не то, что там виртуозная техника или там огромный богатый репертуар, а именно много очень составляющих, да? Первые передачи были сконцентрированы именно на технических знаниях, то есть первая передача это была, надо было сыграть, вот я играла Исюд Шопена, то есть виртуозность твою показать. Потом у нас был такой концертный тур, который проходил в концертном зале Эстония, где мы играли 15 минут, уже такую более серьезную программу, и мы показали себя на такой концертной площадке серьезной. Потом у нас была такая более мелодичная тема, и вот после этого начинается уже абсолютно, мы уже не знаем, что происходит. А кто репертуар выбирает? Репертуар выбирают нам люди, которые, ну, там помогают, то есть в студии. А какое самое сложное задание для пианиста? Что самое трудное? Ну, не знаю, за ночь выучить какое-то произведение, это вообще реально? Для меня вообще-то реально, потому что адреналин делает свое, то есть действительно сядешь и выучишь. Я, например, учила вещи в самолете и без инструмента. Сколько вещей на память вы можете сыграть? А на данный момент у меня в репертуаре где-то 5 часов музыки, которую я знаю наизусть. Я вот даже не знаю, чем это сравнить? Если говорить, например, о литературе, это, наверное, можно сравнить с 5 томами стихотворений Пушкина. Ну, что-то в этом роде, но я хочу отметить то, что одно дело выучить это наизусть, другое дело выучить это в мышце. То есть, чтобы твое тело помнило все движения, абсолютно все. Все настроения. Именно, это такое, ну, на многих уровнях надо это все выучить. Вот чтобы тело помнило, пианистам нужны занятия по пластике? Да, например, я думаю, занятия спортом пианистам действительно нужны, чтобы из рояля вытаскивать такой огромный звук, потому что концертные рояли, они действительно огромные, и вы не поверите, клавиши очень тяжелые. И когда ты отыграл 60 минут, то спина отваливается, когда вы встаете. Даже на мизинце вот такая вот мышца. Колени и спина, да. И мы учимся играть, в общем-то, да, кажется, мы играем пальцами, но на самом деле мы играем всем целом. То есть мы посылаем как бы сигнал уже из спины, то есть всем мышцам. А давайте вернемся к конкурсу. У вас будет задание выступить дуэтом с людьми других профессий. Вы уже знаете, с кем вы будете выступать? Да, я вот как раз пару часов назад встретилась со своей партнершей. Кто это? Она танцовщица. А, то есть у вас все просто. Она танцует, вы играете. Нет, ну то есть мы хотим создать такую небольшую историю. То есть она через танец, я через музыку. И мы бы хотели показать, что... Ну то есть не просто вот там, знаешь, балерина в пачке из рояля, как у Билана на Евровидении. Это скучно уже. Не то, что она танцует, я играю, мы так существуем отдельно. Мы хотели какую-то общую историю создать, чтобы привлечь людей тоже к фортепиано. Кристина, зачем вы в Лондон поехали? Говорят, в Эстонии такая прекрасная школа пианистов. Здесь такие талантливые музыканты. Зачем в Лондон? Ну, в Лондон, конечно, потому что это просто самый большой музыкальный центр в Европе. То есть... Безусловно, сейчас Лондон это метко-музыкальный. Ты можешь слушать самые лучшие оркестры мира, Нью-Йоркские филармоники, Берлинские филармоники. И это все, в общем-то, в нормальной цене. Так что это прекрасно. И тем более учителя там хорошие тоже. И, в общем-то, атмосфера такая очень... Вы планируете всю жизнь свою связать с музыкой, инструментом? Безусловно, безусловно. Это моя большая мечта, остаться в музыке, потому что это нелегко. Ну, конечно, нелегко. Как музыканту-пианисту найти хорошую работу? Вам нужно искать какой-то бенд для того, чтобы участвовать там? Вам нужно быть соло-музыкантом? Ну, в этом смысле профессия музыканта это не такая, что проснулся, пошел в 9, играешь до 5 и уходишь. То есть, ну, такого нету, ты постоянно должен искать себе какие-то новые возможности, новые концерты, новые проекты. То есть, ты сам себе как бы директор, можно сказать, да? И в этом вся сложность, что стабильности мало. А на других музыкальных инструментах вы тоже играете? Ну, вы знаете такой инструмент, как клавесин? Да, конечно. Он тоже как клавишный клавесин, то есть клавишный инструмент, но техника немножко другая. Поэтому, да, я играю и на клавесин. А на органе вы смогли бы сыграть? На органе я что-то легкое смогла бы. То есть, я в церкви играла тоже на органе. А как вы относитесь к легкой музыке? Прекрасно. А часто вам задают вопрос? А Мурку можешь? А Эртона Джона? Я на этом вопросе выросла. Каждый раз приходят гости. Мурку сыграй, я не знала, что это такое. Приезжаю в Лондон, и, наконец-то, у русских, людей из России спрашиваю... Вот зачем она поехала в Лондон? Что такое Мурка? И мне, наконец-то, объяснили. В мои 20 лет я поняла, чего от меня все хотели постоянно. Так что... Сейчас ваш репертуар обогатился еще и Муркой. А вы пишете сами музыку? Я сама не пишу. Не пишу. На это у меня, если честно, нет времени. Но я люблю импровизировать. Так что легкую музыку люблю. Обожаю джаз. И сама тоже иногда играю на каких-то вечеринках. Так бывает, едете в машине, слушаете какую-то, не знаю, новую песню Адель, возвращаетесь домой и играете, и поете. Да, без проблем. Я, в общем-то, играю все на слуху. То есть, именно так мои родители, в общем-то, и обнаружили, что надо меня как-то отправлять в музыку. Везет же. Не сидишь там над нотными грамотами, часами разбираешь. Что там такое? Вот это настоящий талант. Президент, сколько вы языков-то все-таки знаете? Четыре или пять? У нас тут такое... Возник даже спор, можно сказать, перед передачей. На четырех я говорю. Какие это? Русский, эстонский, английский, немецкий. И плюс еще подучиваю иврит, и французский. Я могу справиться как бы с певцами, именно когда надо поэзию изучать. А вам можно филологом еще стать параллельно. Это, кстати, моя большая страсть, вот именно языки. А я вообще обращал внимание, что люди с хорошим музыкальным слухом, они как-то более восприимчивы к языкам. Совершенно верно. Я помню, я была на концерте Паула Маккартни в России, когда он вышел и на абсолютно чисто русском языке поприветствовал публику, что-то сказал. Мы хорошо имитируем вот интонации и вот ловим этот акцент. Как вы попали на конкурс «Звезды классики» на ЭТВ? Вас пригласили, вы сами подали заявку об участии? Мой преподаватель из Эстонии сказал, ой, тут проходит кастинг, подумай об этом. Я думаю, у меня нет времени абсолютно. Ну, послала свое видео, меня пригласили на кастинг, я пошла на кастинг, сыграла. Ну и вот. Хотели победить, честно. Или участие важнее. А кто не хочет победить? Но этот конкурс, он чем-то по принципам своего голосования похож на Евровидение. Я напомню, что в эфире ЭТВ в 18.40 каждое воскресенье, и там часть, это телефонное голосование, зрители могут отдавать свой голос за понравившегося участника, и 50% оценки дают мнение жюри. Так что, друзья, звоните в воскресенье, давайте болеть за наших, поддержите Кристину, я всех призываю. И классическую музыку. Ну, а вот вам что важнее, стать любимицей жюри или получить, например, приз зрительских симпатий? Для меня приз зрительских симпатий, конечно, очень-очень важен, потому что любой конкурс, куда я иду, я думаю, ой, нервничаешь так, и думаешь, ай, ладно, я просто буду играть музыку для своего зрителя. И для меня это действительно самый большой подарок, когда я понравилась зрителю, потому что, ну, я для этого играю. Потому что жюри слушают стольких музыкантов, а зрители — это очень важно. Кто ваш любимый пианист в мире сейчас? На данный момент, знаете, Евгений Кисин. Обожаю. Ну, конечно, конечно. У вас есть мечта? Мечта? Я, знаете, я сейчас и живу ей, кстати. Моя мечта — это действительно просто оставаться в музыке. Я искренне просто люблю музыку. Так вот моя мечта. А можете представить себе тот страшный день, когда вы проснетесь с утра, увидите рояль в углу комнаты и подумаете, боже, сколько можно? Пойти бы уже скорее сжечь эти ноты в камине и никогда не подходить к инструменту. Можете себе такое вообще представить? Нет, нет, нет. Бывают. Конечно, у каждого человека бывают такие моменты. Все, не могу. Кстати, этот момент наступает 10 минут до концерта. Ты думаешь, что это за профессия? Сколько нервов уходит? Все. Это мой последний концерт, никогда больше. А поэтому перед концертом есть традиция музыкантов запирать в грим-уборные и не выпускать до выхода? Да. Чтобы не сбежали. Это очень страшный процесс, через который ты проходишь. То есть ты нервничаешь, ты не хочешь. Потом за две минуты ты уже смиряешься, потому что надо все-таки выходить. И этот стул, он там такой стоит одинокий, ты на него так смотришь, и ты так раз-два-три выходишь, играешь. И потом, ах, прекрасно, когда следующий концерт? Здорово. В гостях у нас была Кристина Ракошевич, участник конкурса, который идет на ЭТВ по воскресеньям «Звезды классики». В общем, человек талантливый, который говорит на стольких языках, играет честно фортепиано и еще дополнительно красавица. Кристина, спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо вам.